В эфире ноябрь 24. Здравствуйте! Сейчас расскажем о главных событиях этого четверга. 270 миллионов рублей на ремонт дорог и тротуаров городские власти рассказали о планах на этот год. Пеленки, пинетки, простыни, пенсионеры как могут помогают недоношенным детям и одиноким старикам. И золото чемпионата. Ноябрьские танцоры вернулись из Тюмени, доказав, что они лучшие на Урале. В ноябрьске с начала года диспансеризацию прошли около 2700 человек. По плану еще 10 тысяч до конца декабря пройдут подобные медицинские обследования. У пятерых выявили злокачественные новообразования. Еще пять горожан направлены на дополнительное обследование. Чаще медиков посещают женщины. Подобные обследования необходимо проходить каждые три года. Сегодня 63 организации выразили желание провести коллективную диспансеризацию. Врачи выезжают на предприятие и организуют массовые осмотры. Тем временем эксперты высчитали ожидаемую продолжительность жизни на Ямале. Округ поднялся с 23 позиции до 14 места. По последним данным, в среднем ямальцы живут 74 года. Это превышает как аналогичный показатель по Уральскому федеральному округу, так и по России в целом 72 года. Интересно, что по прогнозам, к 2024 году ожидаемая продолжительность жизни россиян достигнет 78 лет. А к 2030 году показатель должен увеличиться до 80. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения округа. Инвалиды Ноябрьска заботятся о тех, кто особо нуждается в поддержке. Это одинокие дети и старики, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Для одних они шьют простыни, другим вяжут носки и пинетки. Продолжит Елена Жаркова. Здравствуйте. Пенсионерка Лидия Мамедова этим гостям всегда рада. Она уже долгие годы проживает одна. Обычно общество инвалидов с собой приносит к чаю угощение. А в этот раз у них особый подарок, сделанный своими руками. Наши такие же инвалиды, как вы, но те, что они ходят, к нам приходят, они там шьют. И они вот пошили вам вот такую, своими руками. Сорочка? Да. Нет, это вот простынь для вас. Большая, вот какая красота. Надо же, мне прямо неудобно. В ситцевые простыни их шьют пенсионеры, таким образом заботясь о тех, кто болен и одинок. В основном такие подарки несут тем, кого общество называют лежачие больные. Для них простынь не просто постельное белье, а вещь первой необходимости. Тут идет уже ответственность, чтобы все было красиво и ровно, чтобы то, что я сделаю, людям предоставило удовольствие и просто радость. Простыни шьют вот в этом мини-ателье. Оно расположено прямо в здании, выделенном для общества инвалидов. Здесь всего три швейных машинки и десятки тех, кто хочет научиться строчить. Швейному делу пенсионеров обучает бывшая портниха, а нынче такой же, как и они, волонтер. Мне предложили. Вы можете нашим девочкам дать маленькие уроки в шите? А я согласилась с удовольствием. Тем более они хорошо обучаемые. 250 метров ткани. Из них получится примерно сотня простыней. Оборудование, нитки, материалы закуплены на средства президентского гранта. Полмиллиона общественники выиграли в прошлом году. Они уже хотят помогать, потому что у них своя боль. Они знают, что они в такой ситуации, что они инвалиды, да? И они хотят кому-то тоже помощь оказывать. За песнями работа летит незаметно. 180 мотков пряжи, также закупленных на средства гранта, уйдут на пинетки, носочки и тапочки. Эти вязаные вещи уже для малышей. Они достанутся крохам, родившимся раньше положенного срока, а также детям без родителей. Штук 60-то мы уже почти связали. 50-60 у нас тут уже связано. Вот целая коробка у нас пинеток, носок. Бабушек с подарками здесь встречают прямо у порога. В детском доме такие гости редкость. От принесенных обновок у детей глаза разбегаются. Разного цвета, размера и формы. Казалось бы, мелочь, а приятно. А вот эти не будут на маленькую? Не, вот эти. На маленькую, да. Носочки моментально сменяют кроссовки. Обновку дети спешат тут же примерить. Мягко, удобно, тепло и комфортно. После такого подарка чужие бабушки становятся уже как родные. Елена Жаркова, Александр Морозов, Виталий Харщенко, ноябрь 24. Проект культурно-делового центра на месте КСК «Ямал» будет готов только в конце июля. Сроки были сдвинуты из-за смены подрядной организации. Прошлым летом городские власти заключили контракт на проектные работы с подмосковной компанией и предоставить готовый вариант сметы, а также положительное заключение госэкспертизы фирма должна была к 30 марта этого года. Однако, как рассказали в дирекции муниципального заказа, в конце ноября договор был расторгнут. В январе состоялись новые торги, был выбран новый подрядчик, и договор с ним заключили только в начале февраля. Выполнить проектные изыскательские работы он должен к 31 июля. Стоимость работ – 24 миллиона рублей. Это на миллион меньше, чем с предыдущей компанией. В техническом задании у проектировщиков прописано, что новое здание должно включать концертный зал на 1000 мест, один малый зал на 250 мест, бизнес-центр, конгресс-центр для проведения выставок, банкетный зал и зоны для творческих объединений. На трех перекрестках Ноябрьска в этом году установят светофоры. Городские власти поделились планами по ремонту и содержанию дорог. В общей сложности на эти цели потратят 270 миллионов рублей. Самые крупные работы проведут на промзоне. Здесь отремонтируют третий проезд. Капитальный ремонт ожидается на двух мостовых сооружениях – через реку Нангпех и путепровод через железнодорожные пути на проспекте Мира. На пересечении улиц Цоя и Изыскателей планируют отремонтировать проезжую часть и тротуары. Там же будет установлен светофор. Еще два новых светофора появятся на перекрестках Муравленко-Лиственное и Космонавтов Республики. Устройство светофорного объекта на пересечении улиц Космонавтов и Республики. Приведение автобусной остановки «Общественный центр 3» по улице Советская. Требованием ГОСТ. Изготовление и монтаж информационных аншлагов на остановочных павильонах 23 остановочных пункта. Работа по ликвидации колеи автомобильных дорог общей площадью 2500 квадратных. Выполнение мероприятий по устройству светофорного объекта Цоя и Изыскателей. Ремонт в этом году коснется и территорию нескольких железнодорожных переездов. Безопасности на этих участках уделяют особое внимание. За последние 4 года в нашем городе не было ни одного ДТП на переездах. Чтобы и впредь ситуация не менялась, раз в месяц специалисты госавтоинспекции совместно с железнодорожниками проводят профилактические акции. На дороге останавливают автомобили и напоминают водителям о правилах безопасности. Сегодня день профилактики безопасности движения на переездах. Возьмите наши сувенирчики маленькие. При проведении акции мы раздаем памятки водителям автотранспортных средств. Сегодня у нас есть небольшие сувениры. Мы также выдаем. Напоминаем о правилах проезда через железнодорожный переезд. В Ноябрьске вновь загорелся жилой дом. В этот раз в поселке УТДС. Сообщение о возгорании поступило спасателям в половине второго ночи. При тушении в одной из квартир было найдено тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Подробнее об этом ЧП мы расскажем сразу после выпуска новостей в рубрике происшествия. Газпромнефть успешно испытала собственную цифровую систему для повышения эффективности нефтедобычи. Эра Оптима – разработка специалистов научно-технического центра компании. Система за короткий срок может рассчитать тысячи вариантов и выбрать лучший для размещения скважин на месторождении. Так, чтобы добыча нефти была максимально эффективной. Раньше все необходимые расчеты специалисты проводили вручную. Расчет только одного варианта занимал неделю. А на несколько десятков комбинаций могло уйти полгода. Кроме того, система на 20-30%, точнее самого опытного инженера. Экономический эффект от внедрения на двух пилотных проектах уже оценивается в 500 миллионов рублей. Благодаря большому опыту разработки месторождений и качественной экспертизе мы успешно подбираем алгоритмы для решения большинства типовых задач. Чем меньше рутины у инженеров, тем эффективнее у них работа. В пятницу 29 марта в Ноябрьске пройдет день бесплатной юридической помощи в сфере занятости. Получить ответы на свои вопросы можно будет лично, придя в центр занятости в 205 кабинет, или же позвонив по телефону 39 80 74. Как показывает практика, чаще всего людей интересуют условия и сроки назначения пособия по безработице. Но в этом году в связи с изменениями в законодательстве специалисты ожидают наплыва вопросов о переобучении граждан предпенсионного возраста. Козы, куры, свиньи и поросята. За таким хозяйством следить приходится практически круглосуточно. Мы продолжаем рассказывать о лауреатах премии «Человек года-2018». И сегодня номинация «Человек труда». Номинация «Человек труда». Козочки здесь вот, молодые, мелкие, вместе с мамашами. Козочки и любимицы, и кормилицы. В день, говорит Алик Исянов, каждая способна давать по три литра молока. Скоро дойных коз станет больше, три самочки на сносях. Отец же семейства находится по ту сторону сарая. Это козел по кличке Базик. Настоящий альпийский самец. Такой же, как обычный, просто безрогий. Называется порода камолая. Алик Исянов по-хозяйски ходит во дворе и с удовольствием показывает свои владения. Признается, живность уже не подсчитывает. Здесь, на личном подворье, помимо коз, разводят кроликов, куриц, гусей и свиней. Местные обитатели к суровым климатическим условиям уже привыкли. Даже экстремальные морозы этой зимой удалось прожить без потерь. Сама, чтобы сквозняка не было. А так они, как говорится, прогреют свою комнату, сарай. Поставили просто инфракрасные лампочки и все. Ну, у коры, естественно, там обогреватель стоит. Она и до сих пор включена. Потому что корм всегда тепло надо. Летом держать живность, конечно, легче. Все пасутся на улице. Для животных обустроен специальный загон. Что такое сельский быт на севере, Алик познает уже пятый год. Взялся так, посмотрел на соседей. У меня соседи тоже держат хозяйство. Смотрю, у них получается. А что, говорит, у меня не получится. По чуть-чуть, по чуть-чуть развели их. Сейчас получается держать подворье исключительно собственными силами. За животными помогает следить жена. С таким хозяйством приходится управляться с самого раннего утра. И это при том, что у ноябрьского фермера есть еще основная работа. Но менять свой образ жизни Алик и не думает. А так дома сидеть, ничего не делать, тоже неинтересно. А так постоянно во двору, по двору, в свежем воздуху. Молоко, яйца, мясо. Сейчас получаемых продуктов с лихвой хватает и себе, и людям. В планах только наращивать объемы. Алик хочет развести побольше коз, чтобы делать домашний сыр и сметану. Ноябрьские танцоры взяли золото на первенстве Уральского федерального округа, которое прошло в Тюмени. И это не последнее в этом сезоне соревнование. Наша съемочная группа побывала на одной из репетиций. К чему готовятся танцоры, расскажет Юлия Левачева. Первое место и первые кадры. Одна из двух команд Розалии Карповой только оттанцевала новый номер. Да так что судьи поставили юным, но уже амбициозным танцорам высший балл. И это при том, что на паркет в первенстве Урфо вышли не меньше 20 команд. Неделя после соревнований танцоры снова в зале. Я просто делал движение похожее. Потом сестра увидела это. Потом решила отправить меня. И никуда я не мог записаться, кроме этих танцев. Когда я была маленькая, я смотрела, как другие танцуют, и мне захотелось тоже. Я попробовала, и мне понравилось. Когда ты танцуешь, на тебя много зрителей смотрят. И иногда могут родные приехать и посмотреть на тебя. В следующие соревнования чемпионата первенства России 29-го, 31-го марта в столицу приедут лучшие танцовщики и коллективы со всей страны. И Ноябрьск уж точно это не пропустит. Тот же режим, конечно, перед соревнованием больше тренировок. Танцуем мы все. Мы выходим и в европейскую программу, и в латиноамериканскую программу. К чемпионату первенству России готовится и пара Ульяна Карепанова и Данил Карпов. Для танцоров соревнования не первые, но волнения не меньше. У нас вообще в России соревноваться очень сложно. Очень сильные пары, очень сильные соперники. Когда закончу 11 класс, я собираюсь поступать в Институт культуры Тюмени. И по профессии на педагога, хореографа, постановщика. Чтобы достичь успеха, нужно в него верить и любить то, что делаешь. А эти ребята точно любят танцевать. Юлия Левачева, Александр Морозов, Ноябрьск, 24. Эфир телеканала продолжит прогноз погоды и рубрика «Происшествия». Не переключайтесь.